Давайте рассмотрим, как мы работаем с действиями и в качестве примера внесем изменения в данный шаблон бизнес-процесса, добавим задачу тому, кто уходит в отпуск, чтобы при одобрении отпуска руководителем у него возникла задача о передаче дел, чтобы он явно расписал, что в его отсутствие, под каким-то вопросом, такими-то делами занимаются какие-то коллеги. Поищем в данном шаблоне, где же та точка, куда нам встроить действия по установке задачи. Если читать, собственно, описание действий, мы можем ориентироваться в том, что происходит явный выбор начальника, установка утверждающего и так далее. Вот здесь есть утверждение и явная цепочка, которая делится у нас на, если отпуск утвержден, если отпуск не утвержден. Отлично, собственно, вот это место, где у нас отпуск утвержден, прекрасно, чтобы встроить эту задачу. Как раз перед тем, как бухгалтеру пойдет цепочка на необходимость оформить отпуск для сотрудника. Это, кстати, хорошая демонстрация, что когда вы создаете, размещаете действия в бизнес-процессе, их именование явное поможет потом вам ориентироваться, чтобы вернуться к своим работам, понять, что у вас там происходило и дорабатывать даже собственные бизнес-процессы через некоторое время. Давайте добавим задачу. Это можно сделать либо перетаскиванием действия, вот так вот у нас в процесс, но здесь не очень удобно перетаскивать, потому что у нас действие вверху, а точка аж внизу, поэтому удобнее мне будет сделать вот таким образом. Я просто нажму на стрелочку, появится контекстное меню, у нас там уведомление, и я выберу задачу. Вот она у нас здесь появилась. Откроем ее в настройке. Давайте посмотрим на эту форму, настройки параметров действия. Вообще логично, что форма будет содержать разные параметры, от того, что у нас за действие. В данном случае это задача, ее создание, поэтому логично, что здесь большинство параметров – это те поля, которые потом будут создаваться по задаче. Название, постановщик, ответственный, исполнитель, ну и так далее. Наверное, интересным здесь параметром является вот такой вот остановить процесс на время выполнения задачи. Да или нет? Это значит, что пока задача не будет закрыта, бизнес-процесс не пойдет дальше. Это, кстати, довольно-таки интересно, и в нашем случае, я предлагаю ее выставить в «да», пока ты не опишешь, как ты передаешь дела, пока начальник задачу не примет, бизнес-процесс дальше не пойдет. Вот такая отличная мотивация – быстренько описать и передать дела, для того, чтобы бизнес-процесс дошел до бухгалтерии. Давайте сформулируем задачу. Название. Все довольно-таки очевидно и логично. Но если мы захотим не просто указать какой-то текст, а воспользоваться каким-то значением, что нам делать? Такая у нас есть возможность здесь, и мы сейчас с вами подробно рассмотрим два элемента. Это вставка значений и калькулятор, как очень важные возможности по настройке параметров действия. Ответственно мы можем указать следующим образом. Нажимаем и видим целую специальную форму. Вставка значений. Перечислю, какие у нас здесь есть блоки, параметры шаблона. Здесь сейчас ничего нам не доступно, но в других случаях может быть переменные, константы. Вот эти три блока, они определяются нами при разработке бизнес-процесса, и более потом я о них скажу дальше. Поля документа. Это, собственно, поля документа, по которому бизнес-процесс запущен. Это у нас сейчас речь про процесс на отпуск. Вот те поля, которые там есть, мы здесь можем выбрать. Но обратите внимание, здесь всего сейчас два поля. Кем изменен и кем создан. Это потому, что отображаются только те поля, которые соответствуют по типу тому параметру, в который мы его вставляем. Поясню чуть-чуть дальше, вы посмотрите на примере. Дополнительные результаты. Очень важный блок. Это возможность обратиться к тем значениям, которые у нас остались, если так можно сказать, после исполнения какого-то действия. Например, у нас есть действие по выбору сотрудника. Да, у нас сохраняется какую-то временную переменную, глубоко, там, внутри бизнес-процесса. Вот мы можем к ней обратиться и использовать дальше. Ну и так далее по остальным действиям в этом бизнес-процессе. Ну и еще два блока пользователей. Категория пользователей. Это возможность выбирать сотрудников или сотрудников какой-то группы или с какого-то отдела. Давайте еще раз обратим внимание на вот эту особенность. Смотрите, поля документа, кем создан и кем изменен. Ну, по большому счету, тот, кто у нас запускал бизнес-процесс, это у нас автор документа получается, мы можем так и указать, кем создан. Да, эта задача придет к тому, кто хочет пойти в отпуск. Давайте я покажу ту же самую форму, как будет выглядеть для описания задачи. Тип этого поля, текстовое. Сюда можно вставлять все, что угодно. Да, здесь уже поля документа гораздо более внушительный список. Да, мы видим, в общем-то, наверное, все поля, какие есть, и гораздо больше, чем два. Да, константы, переменные параметры тоже будут менять свои доступные данные. И, соответственно, какой у нас сейчас тип параметра, в который будем вставлять эти данные. Ну и, чтобы еще более ярко проиллюстрировать, например, крайний срок. Да, мы можем сюда вставить, мы видим, что поля документов сократились до тех, которые являются датой. Ну и потому что срок у нас тоже, собственно, является датой. Давайте посмотрим на то, как у нас значение вставилось. Да, оно вставилось вот в таких вот интересных скобочках фигурных. Да, и внутри конструкция, которая системе потом подскажет, какое сюда значение вставить. Так и вставляются, собственно, все эти значения. С датой как раз-таки здесь получается интереснее ситуация. Как нам указать крайний срок? То есть если ответственный, у нас, в принципе, понятно, что в момент запуска мы знаем, что какой-то пульс запустил данный бизнес-процесс, он у нас сохранился, мы его подставили. То крайний срок мы не можем просто сейчас взять какую-то просто переменную. Ну, к примеру, крайний срок мог быть через два рабочих дня от момента согласования. В этом нам придет на помощь для решения таких задач. Так называемый калькулятор. Когда мы можем прямо здесь вычислять значения. И чтобы это пояснить, давайте я пока закрою вот эту форму, сделаю специальное действие, чтобы мы разобрали, что такое вообще калькулятор, как это работает с значениями, доступными нам в настройках параметров действий.